что делать нефтяная компания российская любая она добывает нефть несет при этом издержки часть из них валютные ну например там на закупке реактивов для увеличения отдачи нефти таскать реагентов я имею ввиду постоянные операционные расходы я не имею ввиду инвестиции они производят не не часть расходов они прибыль а часть соответственно издержек рублевые там зарплаты так сказать там местные материалы и так далее электроэнергия дальше они эту нефть добытую продают частью у нас в стране частью за рубежом основная часть доходов складывается от продажи на экспорт все это плодается каким-то налогом и вот как рассуждает минфин и на самом деле наш президент повторил это согласившись в основной идее с минфином а именно рубль резко упал и соответственно в долларовом исчислении почему в долларов а потому что еще раз повторяю основной доход они получают от экспонента в долларовом исчислении их издержки рублевые стали гораздо меньше а для нефтедобычи именно рублевые издержки составляют составляют основную часть издержек то есть затраты у них сильно упали и соответственно для для экспорта и соответственно появилась дополнительный так сказать сверх доход но к сожалению и цена изменилась вот это одно из соображений которое почему-то не принято во внимание причем это не случайное совпадение они связаны потому и произошла и вот соответственно но тем не менее цена изменилась не изменилась а вот этими сверх доходами правда никто не называет называть дополнительным девалюционным доходом так сказать давайте граждане поделитесь механизм этого поделения может быть разный например основной который рассматривается это увеличение ндп и ндп это налог на добычу полезных ископаемых это ну это там упрощенно говоря нечто вроде акциза да так сказать то есть это фиксированный сбор так сказать который ну фиксированный в смысле зависит сейчас естественно от количества добытого и от вида полезного ископаемого может быть индивидуальный потому что зависит от сложности месторождений но им гораздо проще играть это несоизмеримо проще с точки зрения администрирования они сейчас его хотят поднять и таким образом содрать одну лишнюю шкуру с нефтяной отрасли нефтяная отрасль говорит не вы не поймите что если мы сейчас это заплатим то как украина дефолт объявим нет мы заплатим и деньги у нас останутся и даже извините говоря даже и директора будут продолжать на джетах летать корпоративных но мы резко снизим инвестиционную программу вынуждены будем откуда ее взять то и соответственно вот дальше доходы наши по годам следующие годы будут такие то что вот снизу с нас вы тогда больше налогов чем вот столько уже не возьмете ни при каких обстоятельствах потому что будет полное изъятие если те государство говорит сверхдоход мы тебе получать не дадим недра общенародная собственность будешь получать рентабельность там 20 процентов или 30 хорошо не вопрос вопрос только один готов от джид это очень хороший рентабельность готов все сверху отдать когда она будет 10 вы мне до 30 доложите